Издательство «Миф» представляет Перевод с английского Галины Соловьёвой Читает заслуженная артистка России Наталья Гребёнкина Убить легко, трудно спрятать тело, на этом все и попадаются. А вот мне повезло наткнуться на подходящее место. Право, идеальное место. Я иногда возвращаюсь туда просто проверить, всё ли в порядке. Всегда оказывается, что да, и, надеюсь, так будет и впредь. Я иной раз выкуриваю сигарету, хоть и знаю, что нельзя, но это мой единственный порог. Часть первая. Новые знакомства. Глава первая. Джойс. Давайте-ка начнём с Элизабет, хорошо? И посмотрим, что из этого выйдет. Я её, конечно, знала. Элизабет здесь все знают. Она из квартир на три спальни в Ларкин-Корт. Вроде бы из угловой, с балкончиком. И ещё я в одной викторине играла в команде со Стефаном, а он, по стечению многих обстоятельств, третий муж Элизабет. Это случилось за ланчем месяца два или три назад и должно быть в понедельник, потому что подавали пастуши пирог. Элизабет сказала. Она видит, я сейчас ем, но хотела бы задать вопрос про ножевую рану. Так не будет ли это неудобно? Я ответила. Ничего, спрашивайте, конечно. Или что-то в этом роде. Я не всегда точно всё запоминаю. Лучше уж сразу вам сказать. Тогда она открыла большой конверт, в котором я увидела печатные листы и, кажется, краешки старых фотографий. А затем перешла прямо к делу. Элизабет попросила меня представить, что некую девушку ударили ножом. Я спросила, каким ножом? А Элизабет сказала, что, вероятно, обычным кухонным. Джон Льюис. Марку она не назвала, но я представила именно такой нож. Потом она попросила вообразить, что преступник ударил девушку три или четыре раза точно под грудину. Выдернул, ударил. Выдернул, ударил. Мерзкие раны, но артерию не задела. Элизабет говорила довольно тихо, потому что люди ели, а она всё же привыкла держаться в рамках приличия. И вот когда я представила себе эти ножевые раны, она меня спросила, за какое время та девушка истекла бы кровью до смерти. Кстати, мне следовало бы раньше упомянуть, что я много лет была медсестрой, а то вам такой разговор может показаться странным. Элизабет об этом откуда-то прознала, она всё знает. Словом, потому она ко мне и обратилась. Вы верно удивляетесь, к чему я веду? Даю слово, я всё объясню. Я помню, промокнула губы, прежде чем отвечать, как иногда показывают по телевизору. Это придаёт вам умный вид. Сами попробуйте. Я спросила, сколько весила девушка. Элизабет нашла в конверте нужный лист, поводила пальцем и прочитала, что вес девушки 46 килограммов. Это нас обеих сбило с толку. Ни она, ни я не знали, сколько будет 46 килограммов в нормальных единицах измерения. Я в уме подсчитала, вышло что-то около 23 стоунов. Мне казалось, считается 2 к 1, но я сразу спохватилась, что, наверное, перепуталась дюймами и сантиметрами. Элизабет меня заверила, что 23 стоуна, та девушка точно не весила, у неё в конверте была фотография труппа. Затем сунула мне конверт и обратилась к залу. «Спросите кто-нибудь у Бернарда. 46 килограммов — это сколько?» Бернард всегда садился один за маленький столик ближе к патио, стол номер 8. Это вам знать ни к чему, но про Бернарда я немножко расскажу. Он был очень добр ко мне, когда я только перебралась в Куперсчейз, принёс мне букетик клематисов и объяснил порядок вывоза мусора. «Здесь четыре бачка разных цветов. Четыре. Спасибо Бернарду, я теперь знаю, что зелёный — для стекла, а голубой — для бумаги и картона. Насчёт красного и чёрного можете гадать с тем же успехом, что и я. Чего я только не видела, проходя мимо. В один из них кто-то запихнул фоксимильный аппарат». Бернард раньше был профессором каких-то естественных наук, работал по всему миру, даже в Дубае побывал, когда никто ещё о нём и не слышал. Он одевался к ланчу по всей форме, костюм с галстуком, а вот читал при этом Дейли-экспресс. Мэри из Рёскинкорта, сидевшая за соседним столиком, отвлекла его от газеты и спросила, «Сколько будет 46 килограммов в стоунах?» Бернард кивнул и повернулся к Элизабет. «Чуть больше семи и трёх десятых». «Такой у нас Бернард». Элизабет его поблагодарила и сказала, что вроде бы похоже на правду, после чего Бернард снова занялся кроссвордом. «Я потом проверила насчёт сантиметров и дюймов, хоть в этом я не ошиблась». Элизабет вернулась к вопросу. «Сколько прожила бы девушка после нескольких ударов кухонным ножом? Я предположила, что если ей не оказали помощи, она, вероятно, умерла бы минут через 45». «Да, вот именно, Джойс», сказала Элизабет и снова стала спрашивать. «А если бы девушки оказали помощь?» «Не врач, но человек способный затампонировать рану, например, отслуживший в армии, или вроде того». «Я в своё время навидалась на живых ран. Приходилось иметь дело не только с растянутыми лодыжками. Вот я и сказала, что тогда она бы вообще не умерла. И действительно, не умерла бы. Рана не шуточная, но её без труда залатали бы». Элизабет покивала и ответила, что она точно так и сказала Ибрагиму, хотя я тогда ещё не была знакома с Ибрагимом. Я же говорю, с тех пор прошла пара месяцев. Элизабет заподозрила, что дело тут нечисто и предположила, что девушку убил её парень. «Я знаю, такое часто случается. Вы сами о таком читали?» «Наверное, до переезда, подобный разговор меня удивил бы, но, когда тут со всеми познакомишься, понимаешь, что это в порядке вещей». На прошлой неделе я разговаривала с человеком, который изобрёл мятное мороженое с шоколадной крошкой, если не врёт, конечно. Проверить-то мне негде. Я рада была немножко помочь Элизабет и решила, что вправе рассчитывать на ответную услугу. Спросила, «Можно ли мне посмотреть фотографию труппа?» Чисто профессиональный интерес. Элизабет просияла, как просиял бы кто другой в ответ на просьбу показать снимки выпускного вечера внука или внучки. Она вытянула из конверта фотокопию на листе А4, положила передо мной чистой стороной вверх и сказала, что я могу оставить себе, у них у всех уже есть копии. Я ответила, что она очень добра, а она, что не стоит благодарности и что нельзя ли задать мне ещё один последний вопрос. «Конечно», сказала я. И она спросила, «Вы по четвергам не заняты?» Можете мне не верить, но я тогда впервые услышала про четверги. Глава вторая Констебль патрульной службы Дона де Фрейтос хотела бы иметь личное оружие. Она желала бы гоняться за серийными убийцами по пустынным складам, угрюмо делать своё дело, несмотря на кровоточащую пулевую рану в плече. Может быть, научиться пить виски, и завести роман с напарником. Но пока 26-летняя Донна сидит за ланчем без четверти двенадцать с четырьмя незнакомыми пенсионерами и понимает, что до маньяков ей ещё расти и расти. Впрочем, она готова признать, что последний час выдался довольно забавным. Донна много раз проводила занятия «Практика домашней безопасности». И сегодня, как обычно, её слушали пожилые люди. Укутанные пледами колени, бесплатное печенье, кто-то блаженно похрапывает в заднем ряду. Каждый раз она советует одно и то же. Непременно обязательно запирайте окна, проверяйте удостоверение и никогда не давайте никаких личных сведений по телефону. Главная её задача показать себя как надёжную опору в ужасающем мире. Донна это понимает. К тому же, это повод оторваться от бумаг и сбежать из участка, так что она сама вызвалась. Полицейский участок в Фархевене для Донны слишком уж сонный. А сегодня она попала в посёлок пенсионеров в Куперсчейзе. С виду совершенно мирный, зеленно, сонно и безмятежно. А подъезжая, она высмотрела симпатичный паб, чтобы пообедать на обратном пути. Так что с рукопашными и преследованием маньяков на скоростном катере придётся подождать. Безопасность начала Донна одновременно размышляя, стоит ли делать татуировку с дельфином пониже спины или это слишком избито. А больно будет? Наверное, будет, но она офицер полиции или кто? Что мы подразумеваем под словом безопасность? Ну, разные люди понимают это слово по «в переднем ряду кто-то поднял руку», что было не совсем обычно, и к тому же лекция только началась. Женщина за 80 в безупречном платье хотела что-то сказать. Дорогая моя, мы все надеемся, что вы не будете учить нас запирать окна. Женщина оглядела сидящих и дождалась одобрительного бормотания. За ней вступил втиснутый в ходунки джентльмен из второго ряда. «И, пожалуйста, не надо про удостоверение. Про удостоверение мы уже все знаем. Вы, правда, из газовой компании или вы взломщик? Мы усвоили честное слово». И началось. «Теперь не газовая компания, теперь центрика», заметил мужчина в отличном костюме тройки. Тот, что сидел рядом с ним в шортах, шлепанцах и рубашке с эмблемой Вестхэм Юнайтед, не упустил случая вскочить и ткнуть пальцем ни в кого конкретно не целя. «Скажи спасибо, Тэтчер, Ибрагим. Когда-то это был наш газ». «Ох, сядь ты, Рон», одернула его женщина в изящном платье и, обращаясь к Донни, добавила, медленно качая головой. «Прошу прощения, Зарона». Шум не умолкал. «Что это за преступник, если он не умеет подделать удостоверение? У меня катаракта, сунь не под нас библиотечный билет, я и впущу». «Да теперь счетчики и не проверяют, все в сети». «В облаке, дорогая». Я бы даже обрадовалась взломщику, хоть кто-то бы навестил. Наконец, возникла недолгая затишье и какофония свиста. Одни включали слуховые аппараты, другие их выключали. Женщина из первого ряда снова приняла командование. «Так вот, я, кстати говоря, Элизабет. Не надо про оконные задвижки, прошу вас, и про удостоверение, и можете не рассказывать, что нельзя называть свой пин позвонившему по телефону нигерийцу. Если еще позволительно называть их нигерийцами». Донна де Фрейтос собралась силами, но про ланч на обратном пути и про тату она больше не думала. Вспоминала курс по противодействию уличным беспорядкам, прослушанный в старые добрые времена в Лондоне. «Но тогда о чем же мы будем говорить?» спросила она. «Я должна чем-то занять 45 минут, а то мне не дадут отгул». «Институциональный сексизм в полицейской службе?» предложила Элизабет. «Я хотел бы послушать о противозаконном расстреле Марка Дугана, санкции властей и... сядь, Рон!» Так весело и приятно они провели час, после чего Донну горячо поблагодарили, показали ей фотографии внуков и пригласили остаться на ланч. И вот она ест салат в первоклассном современном ресторане, если верить меню. Без четверти двенадцать рановато для ланча, но какой же полицейский откажется от дармового угощения? Донна отмечает, что пригласившая ее четверка не только управляется с полноценным ланчем, но и откупорила бутылку красного вина. «В самом деле изумительное выступление, Донна», говорит Элизабет. «Нам ужасно понравилось». Элизабет напоминает Донне тех учителей, которые месяцами наводят на тебя страх, а потом выводят отлично в году и плачут расставаясь. Может быть дело в твидовом пиджаке? «Ослепительно, Донна», подхватывает Рон. «Можно мне называть вас Донна, любовь моя?» «Можете называть меня Донной, но, пожалуй, не называйте любовь моя», говорит ему Донна. «И то верно, милая», соглашается Рон. «Запомню». «Да, насчет той истории про украинца с парковочными талонами и цепной пилой. Вы можете недурно зарабатывать вечерними выступлениями. Я знаю кое-кого. Хотите, дам телефон?» Салат объедение думает Донна, а она нечасто так думает. «Из меня, наверное, вышел бы потрясающий контрабандист». Это вступает Ибрагим, тот, кто на лекции упомянул Центрику. «Все дело в логистике, не так ли? И еще в развеске, а это я с удовольствием развешу самым точным образом. А для счета денег у них теперь машинки. Все по-современному. Вы кого-нибудь ловили на контрабанде героина, Донна?» «Нет», признается Донна, «хотя планирую». «Но правда, что у них есть машинки для пересчитывания денег?» интересуется Ибрагим. «Да, есть», говорит Донна. «Удивительно!» Ибрагим опрокидывает стаканчик вина. «Мы быстро начинаем скучать», добавляет Элизабет, тоже опустошив свой бокал. «Упаси нас, Бог, от оконных задвижек!» «Женщина-констебль Дефрейтас». «Теперь говорят просто констебль», сообщает Донна. «Понятно», поджимает губы Элизабет. «А если я все-таки буду говорить «женщина-констебль»?» «Вы меня арестуете?» «Нет, но стану думать о вас чуточку хуже», отвечает Донна. «Потому что это ведь такая малость, а вы оказали бы мне уважение». «Черт! Шах и мат!» «Ладно», говорит Элизабет, и губ больше не поджимает. «Спасибо», говорит Донна. «Угадайте, сколько мне лет?» подразнивает ее Ибрагим. Донна колеблется. Ибрагим хорошо одет, у него прекрасная кожа, и пахнет от него замечательно, и в нагрудном кармашке искусно сложенный платок, волосы редеют, но сохранились, ни брюшка, ни второго подбородка, и все же, если взглянуть глубже, Донна смотрит на руки. Руки всегда выдают возраст. «Восемьдесят», решается она, и видит, как паруса Ибрагима опадают, теряя ветер. «Да, угадали, но я выгляжу моложе, я выгляжу на семьдесят четыре, все подтвердят, а все дело в Пилатесе». «А вы что о себе расскажете, Джойс?» обращается Донна к четвертой в компании, маленькой седой женщине в лавандовой блузке и сиреневом кардигане. Та сидит с совершенно счастливым видом, упиваясь разговором. Рот на замке, зато глаза сияют, как притихшая птичка высматривающая не блеснет лишь то на солнце. «Я?» отзывается Джойс. «Мне и сказать нечего. Была медсестрой, потом мамой и снова медсестрой. Боюсь ничего интересного». Элизабет коротко фыркает. «Вы не верьте, констебль де Фрейтес. Джойс из тех, кто доводит дело до конца». «Просто я дисциплинированная», говорит Джойс. «Это теперь не модно. Если я сказала, что буду ходить на зумбу, значит, пойду на зумбу. Такая уж я есть. Интересный человек в нашей семье моя дочка. Она заведует хедж-фондом. Если вы представляете, что это такое». «Вообще-то не представляю», признается Донна. «И я», соглашается Джойс. «Зумба была до пилатеса», говорит Ибрагим. «Я считаю, совмещать их не стоит. Для основных групп мышц это противоестественно». На протяжении всего ланча Донну гладал один вопрос. «Можно мне спросить? Я понимаю, что все вы живете в Куперсчейзе, но как вышло, что вы четверо стали друзьями?» «Друзьями?» кажется, Элизабет смешно. «О, дорогая, мы не друзья!» Рон хихикает. «Господи, любовь моя, какие мы друзья! Тебе долить лис?» Элизабет кивает, и Рон подливает вина. Пошла в ход вторая бутылка. Часы показывают двенадцать пятнадцать. Ибрагим поддерживает. «Не думаю, что здесь подходит слово друзья. Мы не стали бы просто так общаться, у нас очень разные интересы. Рон мне, пожалуй, нравится, но с ним бывает трудно». Рон кивает. «Еще как трудно!» А у Элизабет слишком обескураживающие манеры. Элизабет кивает. «Боюсь, что так и есть. Я всегда была не на всякий вкус. Еще со школьных лет». «Джойс мне нравится. Думаю, Джойс нам всем нравится», говорит Ибрагим. Рон с Элизабет снова кивают. «Спасибо, конечно!» Джойс гоняет горошины по тарелке. «Вам не кажется, что пора бы уже кому-то изобрести плоский горошек!» Озадаченная Донна пытается разобраться. «Но если вы не друзья, то кто же?» Донна видит, как Джойс, подняв глаза, качает головой и оглядывает остальных. Совершенно невероятное собрание». «Ну, говорит Джойс, во-первых, мы, конечно, друзья, просто до них немножко с запозданием доходит. И, во-вторых, констебль де Фрейтас, если в приглашении это не прозвучало, так только по моей оплошности. Мы клуб убийств по четвергам». У Элизабет от красного вина стеклянно блестят глаза. Рон почесывает татуировку Вестхэм на шее, а Ибрагим полирует и без того блестящую запонку. Ресторан понемногу заполняется, и Донна, не первая из посетителей Куперсчейза, думает, что это не худшее место для жизни. Она убить готова за стаканчик вина и свободный день. «А еще я каждый день плаваю», заключает Ибрагим, «чтобы сохранить упругость кожи». Куда она попала? КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok